Здравствуйте, дорогие друзья! С наступлением холодов наши многовековые соседи-грызуны мигрируют в дома и другие постройки на зимовку. И вероятность столкнуться с ними в гаражах, в подвалах, да и в квартирах становится все выше. Не говоря уже о дачных домиках, где я рекомендую оставить отравленную приманку, чтобы весной не столкнуться с неприятными сюрпризами. Обращаю ваше внимание на серию средств против крыс, включающие в себя зерновую приманку и тесто брикеты. Зерновая приманка содержит в себе кроме зерна и действующего вещества ароматизаторы. Пищевые привлекатели универсально подходят как для мышей, так и для крыс. Для уничтожения крыс рекомендую вам тесто брикеты против крыс с комплексом специально подобранных уникальных привлекателей. Для мышей используйте парафинированные гранулы против мышей. Напоминаю, что гранулы – наиболее привлекательная и эффективная форма приманки для мышей, поскольку полностью состоит из прессованного зерна с равноберным распределением питательных веществ и действующего вещества в гранулах. А парафин придает гранулам устойчивость к неблагоприятным факторам внешней среды, особенно влаге. Особо обращаю ваше внимание на новый препарат борьбы с грызунами. Это высокоэффективная, не имеющая аналогов, уникальная система. Она представляет собой готовую к применению приманочную станцию, состоящую из двух лотков. В одной содержится гелеобразная приманка, а в другой – парафинированные гранулы. Данная система учитывает пищевые предпочтения разных видов грызунов, благодаря чему приманки хорошо поедаются, и эффективность их применения наступает в более короткие сроки, нежели при использовании других средств. Крысы являются крайне влаголюбивыми животными. Их потребность в воде составляет 20 мл в сутки. Гель, состоящий на 99% из воды, может полностью удовлетворить потребность крыс в воде, и им не нужно искать другой источник питья. Мыши практически не пьют воду. Для них предназначены парафинированные гранулы, находящиеся в соседней секции. Гранулы содержат также парафин, который и придает устойчивость им от факторов внешней среды и способствует сохранности гранул, находящихся в непосредственной близости с водосодержащим гелем. Перед началом использования необходимо вскрыть защитную пленку на секциях и расставить станции по периметру помещения из расчета 3 станции на 20 квадратных метров. Хочу обратить ваше внимание на то, что препарат содержит горечь, поэтому ваши животные к нему не прикоснутся. Но все-таки постарайтесь ставить приманки в труднодоступных местах. Оптовый центр «Зеленый остров» представляет широкий ассортимент средств борьбы с садовыми и бытовыми вредителями. Более тысячи наименований.